Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации развивают успех наступления, на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской Народной Республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта рубежных. Националистические батальоны применяют так называемые бандер-автомобили, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии. Несмотря на это, сегодня войска Луганской Народной Республики расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастья и Муратова. Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении Петровская, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлопы. Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиной 82 добровольно сложивших оружия украинских военнослужащих 16 катеров военно-морских сел Украины, используя тактику РОЯ, попытались атаковать корабли Черноморского флота. Подчеркну, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью данной атаки была прежде всего месть, сложившем оружие украинским военнослужащим, и обвинение российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров военно-морских сел Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиной не пострадал. Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации баражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США Global Hawk и Reaper. Высока вероятность того, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России. Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивая националистами мирного населения Украины в боевые действия, неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам. Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям. Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах. Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия. Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в средствах массовой информации, но и в интернете. Повторим, делается это намеренно для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Обращаемся к жителям Украины. Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов. Еще раз подчеркну, российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok